В Ненецком округе продолжается второй окружной смотр-конкурс «Чистое подворье», объявленный региональным отделением Союза пенсионеров России. В полной огородной готовности уже находится 17 сельских поселений из Верхней и Нижней Пёши, Волоковой, Омы, Хангурея, Великовисочного. В этом году организаторы конкурса ожидают рекордное количество участников, ведь к конкурсу присоединились жители отдаленной Усть-Кары и новые микрорайоны Наринмара. В одном из них на Сахалине побывала наша съемочная группа. Это из самых любимых кукол. Сделан по мастер-классу «Гном Троша». У него тоже каркасный рот. Любовь Федорова показывает одну из своих капроновых кукол – сказочного гномика на каркасной основе. В апреле этого года многодетная мама освоила популярный вид кустарного искусства – игрушку в чулочной технике. Теперь они стали главным украшением огорода. На таких кукол приятно не только смотреть, но и держать в руках. Они очень пластичны и наделены выразительной мимикой. Основными рабочими материалами при их изготовлении являются синтепон, капроновые чулки, игла и нитки. Берешь синтепон, в кучу его разрываешь, кучкой его так складываешь, берешь кусочек синтепона, обматываешь его, заворачиваешь и надеваешь в чулок капроновый. Завязываешь с двух сторон или с одной и уже иголкой, ниткой, утяжка. А дальше, по словам Любови, идет самый ответственный момент. При помощи закладывания складок и изгибов на синтепоновом лице мастер придает кукле характер, возраст и даже настроение. Ой, какой классный! У него еще... Ой, такой прям аккуратненький, да? Это каркасный рот с проволоки. Вот, у него еще нет ушей, соответственно, голова еще не пришита. А, неховая борода. Ну, это домовой же. А, домовой, да? Да, это будет в будущем домовой. Попросили большого домового сделать. Такие хранители домашнего чага, по словам мастера, пользуются особым спросом. Вот и домовенка Кузю уже ждет новая хозяйка. В отличие от него, другой домовенок, мультяшный герой Буба, уходить никуда не собирается. Вместе с остальными капроновыми друзьями он поселился на огороде. И уже целое лето радует глаз не только самих хозяев, но и многочисленных гостей. То есть люди приходят, влюбляются, забирают, да? Да, как бы кому нравится, так они могут прямо готовы выпросить. Ну, а куда я денусь? То есть я могу сделать еще себе, а они где возьмут. Я вообще как бы со школьного возраста занималась творчеством. В школе мы участвовали в разных конкурсах с мамой. Вот и впереди Любовь Федорову ждет новый конкурс «Чистое подворье». Это своеобразный конкурс красоты для приусадебных участков. Его проводит региональное отделение Союза пенсионеров России. Для победы в нем у мастера есть все шансы. Ведь ее огород больше похож на волшебную поляну, где в единой композиции гармонично живут сказочные герои, растут сделанные своими руками грибы и каменные ягоды. Главное украшение территории – капроновые игрушки – точно не оставит равнодушными членов жюри.